Так, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, меня зовут Миша, и добыл пожаловать на мой канал Друзья Человека. Кто-то вот у меня просил видео, типа, про жотю, а точнее, спрашивал, даже будут видео с пугаем, и я отвечаю, дружище, конечно же, будут видео, но еще не одно видео, и сегодня как раз я решил снять с ним, потому что, ребятки, на самом деле, я не снимался раньше с ним, то есть вот это все время потому, что он линял, и я его теперь мучаю, потому что ему было фиговенько, и вот прикупил петличку за это время, кстати, очень хорошая, ребятки, всем рекомендую такую уже купить, если вы был начинающий блогер, офигенная тема, последние ролики, три ролика я записывала на ней, которая вот без монтажа, начиная с собак, получается, с собак Чернобыля, и заканчивая последним роликом, вот я с помощью петлички все это слила, не снимал, лучше качество звука, и так далее, ладно, не суть, так уж получилось, что ролика, к сожалению, не было, не было, по этой простой причине, потому что я болел, и ничего страшного, сегодня я вам расскажу, как бороться с линькой волнистых попугаев, на самом деле, тема эта очень довольно-таки часто, потому что люди, и я сам, кстати, спрашивал, типа, на ютубе, как же с ней бороться, ну, типа, просто там, мы не отвечали, но так ничего и не понял, сегодня я вам расскажу чуть подробнее, как же бороться с линькой волнистых попугаев, запасайтесь от печенька, берите печенье, погнали! Самое главное, ребятки, если вы увидите, что ваш попугаев не так, или он какой-то грустный, главное, ребятки, не пугаться, линька, это определенный, ребятки, процесс, процесс у волнистых попугаев, который, да, который бывает, и он у каждого по-своему появляется, у собак это смена шерсти, у попугаев это смена перьев и так далее, и тому подобное, то есть это всегда неотъемленный процесс, то есть пугаться, как и его не нужно. На самом деле, я испугался первый раз, когда я видел, что он какой-то такой, типа, грустный, но на самом деле, меня потом успокоили, сказали, не переживай, это всего лишь линька, не парся ты так. И вот потом все наладилось, он уже стал более игручим, по голове ход, что-то делает. Ребятки, просто нужно птице изменить перенье, к сожалению, это так. Пока птица живет за ее жизнью, это из-за этого периода времени, случается поломка перьев, и периодически нужно заменить его перьев, кстати, я опускала противовременно линьки, он не мог летать, то есть вот так, он летал, но приземляться, он плохо приземлялся, и с него сыпалось в мобильности перо, ребята. Перо с него сыпалось, потому что он избавлялся, таким образом, от ненужного ему пера. Это естественный процесс, я еще раз повторяю, если вы увидите то, что у вас в клетке вашего попугая дофига пера, стоит задуматься о том, что реально ли у вас линька, что если у вас попугая линька, то признаки, вот, большое, дофига ли, так сказать, пера в его клетке. Но есть и хорошие новости. Как только попугай сменит перья, он может тогда, ребятки, чувствует себя комфортно в жару. Это случается весной, когда идет переход на весеннее время, да, на весеннее какое-то такое вот, на весеннюю вот эту хрень, то попугая, естественно, как и все животные, сменяют свои перья. Потому что у них износ и полука перьев случается за всю их жизнь. И вот вы думаете, то, что как только он родился, он в этих же перьях? Нифига. За всю его жизнь очень сильно изнашиваются ему перья, и, конечно же, он их сменяет. Но и самое крутое, то, что как только он сменит, он, типа, забудет опять где-нибудь на сезон про эту проблему. И больше такого, ну, типа, целый сезон не повторится. Ну, обычно это происходит, допустим, у моего попугая происходит это примерно перед зимой, к примеру, либо перед весной. То есть такие времена года, которые витаминов не хватает, опять же. Еще, кстати, вот еще, до этого мы обязательно, конечно же, дойдем. И что же еще, Вар, вы спросите, а как понять, что вот попугая линька, типа, вот ты вот сейчас говоришь несвязанный бред про то, что вот, типа, попугая линька, а как понять, как понять, что у него линька реально? Ребят, ну, для попугая линька это стресс, и он будет чувствовать себя нести так грустно, типа. Ну, то есть не петь, не чириковать, как у меня сейчас. И он уйдет себя тихо, и тогда уйдет себя тихо очень сильно, потому что, ну, для него это стресс, он боится. И тем более, так как ему больно. Теперь я все-таки у него прикинулся, допустим, вам выдать волосы больно же, но он так высыпает вот эти перья, поэтому, конечно же, ему больно. Короче, ребята, он даже может вас либо укусить, либо поцарапать, короче, ребятки, ему очень будет неприятно, если вы будете с ним как-то взаимодействовать. Поэтому, чтобы он не задержался стрессу, вам нужно ограничить с ним общение. Потому что, ребятки, пообщаться вы всегда сможете, а вот когда линька, ребятки, нужно оставить его наедине. Приходим дальше. Главное, ребята, нужно правильно кормить попугая в этот процесс. И вы скажете, слушай, а чем? А я вам, ребят, отвечу. Ну, вообще-то, овощами и фруктами, потому что в них есть витамины. А ведь, вот такие витамины, всегда, такие, всем помогало. К примеру, можете выкармливать витаминов. Я лично его подкармливаю жотио мелом и песочком. Добавляю ему в просо, как вы знаете, у меня просо, в принципе, в клетке у него всегда стоит. Я добавлю туда немножечко мела и чуть-чуть песочком. Кстати, а зачем они вообще нужны, спросите вы? А можете посмотреть. У меня специально есть видео про это. Вы можете посмотреть это видео по ссылочке в описании. Заходите и смотрите. Ссылку оставил для вас. Так вот, ребятам, собственно, нужно подкармливать этот период птицей с витаминами, чтобы поскорее, чтобы, ребятки, поскорее она смогла избавиться от данного мучительного процесса. Ведь это стресс для неё. А прикол в клетке, то, что ей ещё можно подкармливать витаминов, поэтому вы только, ребятки, поможете ей, ну и подкармливать витаминов. Витаминами, короче, ребятки, вот, её можно будет кормить. Очень такой жёсткий процесс это на самом деле линька. Не бойтесь, в клетке, не бойтесь его. Потому что, ребятки, в клетку происходит у всех абсолютно. Были случаи вот такие, такие и даже такие. Но, ребят, главное просто преодолеть её. И не забывайте, ребятки, смотреть моё видео в описании. Там я всё подробно указал, зачем нужен песок и мел. Ну, а на этом, ребятки, я хочу закончить свой ролик. Я его делал на скорую руку. Вот. Потом я планирую, ребятки, вам ещё несколько роликов заснять. Вот. Заранее, извиняюсь, потому что не было долго так ролика. Всем удачи, всем спасибо. И всем пока-пока.